Так сейчас выглядит дорога к одному из артиллерийских подразделений 68-й бригады вооруженных сил Украины. Это первый снег на Донбассе. Днем ранее здесь были огромные лужи, дорога больше походила на каток из грязи. Сейчас все это покрыто инеем, который тает в плюсовую температуру. Добираться к подразделению приходится полем, потому что есть вероятность увязнуть в болоте на открытой местности. Но и этот маршрут, как оказалось, не менее опасный. Поля заминированы. Поля заминированы, никто их не обследовал. Передвижение транспорта в таких погодных условиях – это редкость. След машины может привести противника прямиком в блиндаж. Снег демаскируют. Раз прошелся, и уже следы видны. Уже видно, что кто-то ходил. Скользко под ногами, и все в болоте. Неудобно, короче говоря. В землянке или блиндаже украинских бойцов тепло, но очень сыро. Вместо двери два плотных покрывала. На толстых карематах лежат спальные мешки, а стены обтянуты пленкой. Здесь постоянно бегают мыши и прогрызают в ней дыры. Все, что съедобно, мы кладем в пакет и вешаем наверх, потому что грызут все подряд. Они и провода грызут, батареи, икрации. Все, что могут, все грызут. Из-за ухудшившихся погодных условий на этом участке фронта относительно тихо. Из-за того, что ухудшилась погода, аэроразведчики не так часто поднимают в небо дроны. Поэтому скоординировать артиллерию сейчас очень сложно. И этим сейчас занимается пехота, которая находится на нулевых позициях. Затруднен и подвоз боеприпасов на позиции. А это, пожалуй, самое важное для ведения боя. Воюющие стороны теперь в одинаковых условиях из-за погоды, говорят бойцы украинской армии. Тут палка о двух концах. Так же и у них, наших противников. Они тоже не могут проводить разведку и наблюдать за нами. Мы в одинаковых условиях. Министерство обороны Великобритании несколько дней назад заявило, что ни одна из сторон российско-украинской войны не может похвастаться успехом на Купенском, Лиманском или Авдеевском направлении. Перехватить инициативу становится все сложнее. Конечно, все замедлилось. Видите, какая погода, болото. Так и стоим на месте. Боец ВСУ с позывным «Мальфар» воюет еще с 2014 года. Он участвовал в боях на Донбассе. Говорит, что россияне быстро учатся и перенимают опыт от украинцев. Поэтому перехватить инициативу на данный момент действительно не может ни одна сторона. Они уже научились и очень хорошо воюют. Я еще помню 14-й, 15-й, когда они были с бродом и лезли. А вот когда пошли регулярные войска, то сложновато немного. Они тоже профессионалы. Воевать умеют и свою работу знают. Вячеслав Лаконкин, Юрий Шелест, Олег Никитенко, Белсад. Луганская область, Украина. Луганская область, Украина.